Друзья, добрый день, добрый час! Всем доброе утро, друзья! У нас время 11 часов. Ровно в 11 часов из Алании, из Турции. Всем большой привет, друзья! Кто только что выстал, проснул, друзья? Кто только что открывал свои глаза? Еще раз, всем доброе утро, друзья! Аппарат, доброе утро! Доброе утро, Семен! Доброе утро, Юнайдин! Доброе утро, какое хорошее слово, да? Доброе утро, Юнайдин! Такое энергичное. Слово сам, ниц. Слово. Слово, слово, очень, такое энергичное слово. Доброе утро. Как-то кому-то говорите доброе утро, сразу глаза, лицо меняется, правильно? Такой энергию передаешь. Самое слово доброе, доброе. Доброе, да. Хорошее. Да. Так что, у нас сегодня кто? У нас сегодня, друзья, Казахстан. Казахстан с нами. Казахстан или Казахстан? Казахстан. Казак. Казах. Казахстан. Казахстан, Астана с нами, друзья. Я много раз там был. Астана, Алматы, много раз там был. Очень люблю не вас. Ваши кухни. Очень люблю. Кухня хорошая, да. Очень люблю вашу кухню. Скучаю прям. Да, я тоже очень скучаю. По бешпармаку сейчас. Напомнили. Чупрек есть? Бешпармак? Бешпармак есть, да. Курдак. Баурсак. Баурсак. Салма. Салма я попробую. Салма. О, это. Иншаллах, попробуйте, приедете. Я в Алматы как-то живу. Возле Рексуса есть очень хороший такой чайхани. Чайхани. Курдак, бюрек. Да, бюрек. Ну, бюрек. Очень здорово. Сейчас. Кухня хорошая. Сейчас у меня уже идет. Да. Ну, давайте. Расскажите о себе. Кто вы? Откуда приехали? Почему приехали? И почему здесь очень много казахстанцев, именно в Алании? Да. В Алании очень много казахстанцев. Очень много, да. Почему? Это хорошо, во-первых. Я не жалуюсь. А, я не жалуюсь. Я не жалуюсь. А, я не жалуюсь. Очень много, но мне интересно, что у вас там пересудит. Почему люди сюда переезжают? Ну, во-первых, всем салям. Кто нас видит, кто слышит. Как зовут? Меня фамилия Жакопов. Зовут Хванда Кумар. Всех приветствую. И постараюсь ответить на все вопросы, которые вы ставите. Разъясните. Ну, это мое личное сугубо мнение. Оно не может распространиться на всех, но мое сугубо мнение. Я из города Кокшетал. Это красивейший город Кокшетал. Находится 300 километров от города Астаны. Недалеко. Ну, вы все, наверное, знаете, швейцарский банк, да? Швейц, Швейцария. Это так. Ну, и вот мой город, его называют второй Швейцарией. Раньше называли. Мы теперь называем его первой Швейцарией, а Швейцария это вторая. Очень красивое место. Природа красивая. У нас 80 озер, горы, леса. Один только минус. Средиземного Агдениса нету. Слава Богу, нету. Если были были, зачем засмотрели? Совершенно верно, да. Хорошее, что у вас там мороз сильный. Мороз хороший. Хорошее, что холодно. Хорошее, что у вас там солнца мало. Хорошее, что у вас среди моря нету. Поэтому вы сюда приезжайте. Уважаемый, да. Такой мир создал, что мы друг другу нужны. Уважаемый Астаны, вы уже ответили на тот вопрос, который вы поставили. Почему казахи сюда едут? Потому что перечислили мороз, моря нету. Ну, давайте, если так чуть-чуть серьезно, на моем примере, почему я приехал. Первое, я всегда интересовался историей этой прекрасной Турецкой республики. С времен еще халифата, наверное. И второе, меня история интересует. Турция – это музей под открытым небом. На каждом шагу здесь история. Каждый камень – это история. Богатая. Да, богатая. И люди здесь связаны с этой историей. Это предки, потомки тех великих предков, сельджуков, всех, ну, этих народов. И немаловажно, раз мы перечислили море, погода, фрукты, но немаловажно, сама страна гостеприимная. Это касается не только нас. И со всего мира я здесь знакомый с людьми. Бывают даже языки, не знаем, но общение очень теплое. Атмосфера теплая, хорошая, взаимное уважение всех народов. Это мне напоминает Казахстан. У нас более 120 национальностей. Казахстан очень гостеприимный. Более 120 национальностей, и все мы живем дружно. И здесь аналогично. Здесь чувствуем себя свободно, комфортно, как в своей стране, как в своем доме. Вот познакомились с хорошей фирмой, как Арбат Холмс, в лице вот Асамбия. Это знакомство перешло в дружбу. Поэтому в этой же компании мой братишка приобрел недвижимость буквально в начале года. Уже год прошу, да? Да, в начале года. Быстро, видимо, идем. В хорошем месте быстро идет время. Вот почему казахстанцы сюда много едут. Наверное, тоже так же, как и я, что я сейчас выше сказал, им тоже так же нравится. Здесь, кстати, встречаю своих земляков-казахов, которые там не знали, а здесь мы тоже становимся друзьями, родственниками. Я вижу, что у вас, вы больше общаетесь здесь. Очень больше. И здесь хорошая, мощная диаспора у нас. Поэтому, мои дорогие земляки, в частности, я обращаюсь к вам, приезжайте, мы будем всегда рады. Диаспора хорошая. Мы здесь открыли парк имени Абая, великого нашего философа, который знает весь мир. Открыли, поставили ему памятник. И на данный момент проводим огромную работу по сближению двух государств. Мир должен быть во всем мире. Я вот от такого принципа. Должен. Да. Еще какие-то вопросы? Вопросов много. Вопросов много. Ну, это без конца. Про Алания говорит, про турецкую жизнь говорит, и про Казахстан тоже говорит. Между прочим, друзья, хочу вам сказать, мы у вас будем. Вы опять знаете. Мы в конце января будем в Казахстане, друзья. Алматы и Астане будем. Именно для вас. Ради вас приезжаем. 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 Приедем. Приедем к вам и поговорим, как можно здесь купить, правильно купить, недвижимость, друзья. И как можно здесь правильно жить. Это все мы индивидуально с вами будем обсуждать. Астана и Алматы. Если есть у вас желание, для встречи, записывайтесь заранее, друзья, под видео есть наши контакты. Пишите, звоните. Я очень люблю Казахстан. Благодарим взаимно это. Почему? Это мороз, снег. Особенно Астана. Сильно ветер. Я чуть не улетел возле аэропорта в прошлый раз. Хотел дополнить это. Да, еще нравится здесь турецкий чай. Да, у нас уникальный. Приезжайте. Будем чаевать здесь. И чем вы занимаетесь здесь? Вы уже постоянно здесь живете. Много казахстанцев постоянно здесь живет. Чем занимаетесь везде? Возраст у меня очень такой, средний скажу. Сегодня мне исполнилось 68 лет. Именно сегодня. И в молодости я хорошо занимался спортом. Потом служба. Сейчас тоже молодой? Работа, да. И с утра у меня начинается спорт вдоль моря. Пробежки, велосипедки. Сейчас молодой? Сейчас молодой. А у вас это первая или вторая женщина? Это первая. Первая. Вторая. Вторая. Может будет. Бывает почему-нибудь. Да. Молодой еще. Сколько лет? Шестьдесят восемь. Шестьдесят восемь. А как выглядит шесть нас? Да. Спортом занимаетесь? Спортом обязательно. Спорт это все наши предки спортсмены были. И я продолжаю. Потом, наверное, это у человека сам себе должен создавать внутреннюю теплоту. Когда у тебя внутренняя теплота есть, ты всегда будешь молодой. Что это означает? Чистит? Да. Да, вот как вы сказали, доброе утро. Доброе. Внутри должно быть доброе. Не только утро доброе, но и внутри. Не только солнце. Да, не только солнце. Солнце по-любому есть. Ну, вот когда вот это солнце основное светит доброе, тогда и будет хорошо. Это счастнее получается, а внутри идет. Отнутри. Если человек счастлив, он остается более моложе. Совершенно верно. Правильно? Совершенно верно. Я заметил, часто общаемся с вами и очень часто плотно общаемся. Я вижу, что вы уходите от негативной ситуации, от негативных вопросов. Вот это не обсуждаете негативное что-то. Это тоже много что-то значит. Совершенно верно. Да. Ну, такая притча есть. Можно рассказать, да? Да. Есть. Очень-то есть. У нас притчи. Вот муха, пчела и муха оба с крыльями, оба летают. И оба это, примерно одинаковые они. Да. Но только пчела вылетает и ищет цветы, красивое место. Муха вылетает, навоз ищет. Да. Поэтому из-за этого принципа надо видеть только хорошее. Потому что негативный постепенно есть и полно, много. Не быть мухой, а пчелой. Да. Это я согласен. И что можешь рекомендовать нашей Казахстанце? Ну... Потому что очень много людей хотят сюда приезжать. Они сомневаются. Потому что человек еще здесь не был, оттуда смотрит телевидение или ютуб канал смотрит. Столько много негатив есть, разные ситуации есть, события есть. Они сомневаются. А когда сюда приезжать, да, реально, если видеть, все хорошо. И что вы можете рекомендовать, как вы человек, который здесь постоянно живете, чтобы они свои решения быстро принимали. Очень много людей есть, сомневаются, купить или не купить недвижимость в Турции, в Алане. Почему купить? У кого купить? Вот много вопросов есть. Это нормально. Это естественное явление. Да. Это естественное. Другая сторона, чужие люди. Мы и сами так были вначале. Боялись, да? Ну, не боялись. Мы только его боимся. Больше никого не боимся. Ну, была настороженность. Да. Потому что не было знаний. Мы не знали, что, как, как встретят, как это. Ну, первое, что хочу сказать. Если люди хотите, мои дорогие соотвечественники, да еще, кто видит нас и слышит. Если хотите сохранить здоровье, а здоровье – это первое богатство, то приезжайте в Турцию. В Турцию приедете, приезжайте в Аланию. В Аланию приезжайте, в Махмутлар. Приедете в Махмутлар, приходите в Арбат Холмс. Как мне здесь сказали, и я в этом убедился, эта фирма называется «Турецкая няня». Так же? Да. Да. Турецкая няня. Вопросы здесь решат. Это не какой-то рекламный ролик. Это я от себя говорю. Если же в этом есть сомнения, все меня здесь знают. Найдете, я вам тоже буду помогать. Ну, из тех, с кем я знакомлюсь, из десяти человек, за которые знакомлюсь, восьмеро, а может девятеро, приехали по состоянию здоровья. Да. И здесь поправили здоровье. Самое важное. Потому что климат врач. Совершенно верно. Климат, жизнь. Здесь сам по себе врач. Море, солнце, все врач. Поэтому, вот я могу рекомендовать. А бояться не надо, бояться. Приезжайте. Мы тоже на осторожность сюда ехали. Но у меня вторая половина очень смелая женщина. Ну, и я, вы около нее тоже смелаясь. Супруга моя. Ага. Вторая, я думаю, что вторая жена. Вторая? Нет, первая. Вот, примерно так. Не бойтесь, приезжайте. Будем рады всегда. Спасибо. Доходить в меня. Спасибо вам. Спасибо вам, что пришли. С утра пришли. Общались очень искренне, хорошо получилось. Спасибо вам. Вы не только сегодня на каждый день практически переходите. Вчера тоже зашли, да? Вчера тоже. Без меня. Мне еще салфетки подарили. Вот фирменные. Еще раз можно подарить. Можно еще салфетки. Платные. Вам тоже. Вот. Держитесь. Вам тоже. Держитесь. И вам тоже Казахстан, вам тоже. Так что, если вы тоже сюда приедете, у нас можете получать бесплатные, друзья. Влажные салфетки можете получать бесплатные. Смотрите, не салфетки, это полотенце уже. Полотенце уже. Открою. Не, не надо, засохнет. Вот, открою. Мне не жалко для вас, или Казахстан, мне не жалко. Вот, посмотри, это огромная большая салфетка. Видишь? Вот, действительно. Да, да. Вот, вот. Я уже несколько штук брал, но не открываю пока. Это не только для тела. Еще можно даже убирать, чистить столы, кухни. Друзья, спасибо вам большое, что у нас в жизни есть. Мы 15 лет вместе с вами растем, друзья. Мы 15 лет вместе. Так что, если у вас какие-то вопросы, можете спрашивать под видео. Напишите свои мнения, комментарии. Еще раз напоминаю, будем в Казахстане, Астане, Алматы будем в конце января, друзья. Для индивидуальной встречи заранее можете записываться. Так что, всем удачи, друзья. Берегите себя. Спасибо тебе. Вам спасибо. Спасибо. За салфетки отдельные. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok